Воскресение Христово Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Первое послание к оринфинянам. Настала великая и благословенная суббота. Единородный Сын Божий, смиривший себя до крестной смерти и предавший дух свой в руки Отца, Субботствовав плотью, почил от всех дел своих. Недавно видели его уничиженным, а ныне покой его честь. Но не было покоя в Иерусалиме. Одних его лишала злоба, а других тяжелая гнетущая скорбь. Враги не переставали преследовать распятую истину даже во гробе, Куда низвели ее неправды человеческие и правый суд Божий. Руки, убившие Спасителя, утвердили гроб его печатью. Ожесточенная ненависть и неверие оградили целость ее стражей. А в это время ученики Господа с причистую Его матерью предавались великой скорби. Все апостолы, кроме возлюбленного ученика, оставили своего Учителя, И теперь они от других узнают о последних днях его жизни, Как он терпел поругания, как страдал, Как взывал среди ужасных крестных мучений к Отцу Своему «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Эти рассказы раздирали их душу тоскливыми недоумениями. Кто же был Он? Мы видели Его дивные, говорившие о божественном всемогуществе чудеса, Слышали Его исполненные неведомой силой и незъяснимой любовью Слово, И вот Его победили враги, и даже Бог, которого Он называл Своим Отцом, Его оставил. Он умер позорной смертью на кресте, А мы надеялись было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля. Горько плакал апостол Петр, отрягшийся от того, кого обещал любить до смерти. Но несравненно более горькие слезы проливала Матерь Господа. Душу ее прошло острое оружие, и из переполненного сердца вырывались неутешные сетывания. «Где, Сын и Бог мой, благовещение, сказанное мне Гавриилом? Он называл Тебя Царем, Сыном и Богом Вышним, И теперь я вижу Тебя, сладкий мой свет, обнаженным и изъязвленным мертвецом». Вот свет мой, надежда, жизнь и Бог мой угас на кресте. Отныне радость никогда не прикоснется ко мне. Зашли во гроб моя радость и свет, но не оставлю его. Здесь же умру и погребусь с ним. Внимая воплем истинанием своей матери, Богочеловек таинственно вещал ее сердцу из гроба. То, как утаилась от Тебя бездна щедрот. Ибо, хотя спасти мою тварь, я изволил умереть, «Но, как Бог неба и земли, я воскресну и Тебя возвеличу». Так одни с тоскою, а другие с злорадством взирали на молчаливый, запечатанный и окруженный стражей у гроб Искупителя. Но от мира сокрыто было, что происходило в это время за дверями живоносного гроба. Здесь покоилось только причистое тело Господа. Обнаженную душу Своею он сошел в бездну, в самую твердыню исконного человека-убийцы, где от века томились души землеродных, лишенных за грех прародительский райского блаженства. «Христос», — говорит святой апостол Петр, «чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Быв умерщвлен по плоти, он ожил духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед, проповедал. Обожженная душа Христова нисходит в ад для того, чтобы как живущим на земле воссияло солнце правды, так и для сидящих под землей во тьме, и сене смертной воссиял свет, чтобы как находящимся на земле, так и сущим в ааде Христос благовествовал мир, пленным освобождение, слепым прозрение, и для уверовавших был виновником вечного спасения, а для неверующих — обличителем в неверии», — писал святой Иоанн Дамаскин. «Настал День Христов». Евангелие от Иоанна, глава 8, ст. 56. «Для тех, которые издалека, отделенные тысячелетиями и веками, только провидели его в тени прообразов и пророчеств. И вот с проповедью Евангелия святой Климент Александрийский и отпущения грехов святой Ириней сходит Господь в аад. С восторгом неизъяснимой радости встретил Господа Иисуса сон про отцов и пророков. Здесь, за мрачными затворами унылого ада, Спаситель видит Адама, обливающегося слезами, видит Авеля, покрытого кровью, как багреницую, видит Ноя, украшенного праведностью, видит Сима и Афета, украшенных почтительностью к отцу, видит Авраама, увенчанного всякими добродетелями, видит Лота, подвязавшегося в гостеприимстве, видит Исаака, цветущего постоянством, видит Иакова, сияющего терпением, видит Иова, подобного борцу, уготовавшемуся на ротоборство, видит Финиеса, вооруженного копьем, видит Моисея, посвященного Божьими перстами, приходит к Новину, и он окружен воинством, подходит к Самуилу, и он блистает помазанием царей, идет к Давиду, и он погребен с Апсалтирью, приступает к Елисею, и он облечен в Мелоть. Исайя с радостью показывает главу, отделенную у него пилою, и он ославится спасением неневитян, и Еремия умощен тиною из рва. Святозарны очи и языки Илевы от страшных видений, на ногах Данииловых свежи еще лапзания львов, тела бывших в пищи искрятся огнем. Дружина Маковеев окружена орудиями мучений, глава Крестителева сияет усекновением, видит и святых жен, которые ни в чем не уступили мужам, видит Сарру, сияющую авраамскую верою, видит Ревекку, процветающую благотворным напоением из водоноса, видит Рахиль, в браке сияющую целомудрием, видит матерь противоборных мучителю оплотов, остененную семью сынами, видит всякого праведника, взирает на всякого пророка и проповедует Се-Аз. Ад вострепетал при встрече со вторым Адамом, язвы которого являли всемогущество, и погиб от грозного взора. Сокрушались вечные вереи ада. Кончилось владычество смерти и дьявола. Святый и истинный, имеющий ключ Давидов, открыв для верующих заключенные грехами прародителей двери рая и в сопровождении сонма искупленных, вошел в самое небо. Искуплены все праведные, которых поглотила смерть, и после сего каждый из праведников сказал, «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Нас искупил победа Давидс. Прошло двое суток со дня смерти Господа Иисуса на Голгофе. Сильнее зашевелилось чувство беспокойной злобы в душах богоубийц, твердо помнивших предсказания Спасителя о воскресении в третий день. В душах же учеников Христовых заря Его зажигала луч смутной надежды на явление силы божественного всемогущества над их умершим и погребенным учителем. Но равнодушно, чуждые злобы и надежды стояли воины на страже у гроба, где была погребена надежда всей твари. В безмолвии глубокого утра среди общего покоя природы воссияла истина от земли. Богочеловек воскрес из запечатанного гроба, когда на нем лежали печати и камень. Не было свидетелей этого величайшего, еще не виданного миром чуда. Они и не были нужны. Вся последующая история Церкви Христовой — непререкаемый и немолчный свидетель истины воскресения. Воины, охранявшие гроб, были очевидцами событий, уже последовавших за воскресением Господа, которое Ему угодно было облечь священную тайны. Спокойно стояли они под сенью оливковых деревьев, внимательно всматриваясь в окружавшую их предутреннюю мглу. Вдруг они почувствовали, что земля заколебалась, и, подобно молнии, рассекая воздух, заблистал необычный свет, то ангел Божий, сошедший с неба, приступил ко гробу, отвалив от него камень и сел на нем. Так печать, положенная неверием на холодном гробе Господа, растаяла от огня божества в нем таившегося. Тяжелый камень соблазна, покрывавший его, упал и только поразил иудейскую жестоковыйность и елинское высокоумие. Светом своего явления ангел привел в ужас воинов. От страха они пришли в трепет и стали как мертвые. Земная стража у гроба воскресшего Господа окончилась, уступив место небесной светоносным вестникам всерадостного воскресения. Христос воскрес! И для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса – первая действительная победа жизни над смертью. Если ранее они и были, то неполны, временные, после которых смерть снова утверждала свое действительное владычество над жизнью. Со смертью боролась природа, вызывая по заповеди Божией на место угаснувших жизней новые. Но для чего? Чтобы они опять исчезли, сменились другими, которые, в свою очередь, заменятся третьими и так далее. Жизнь природы поэтому не более как пестрый, яркий покров на непрестанно разлагающемся трупе, сотканной из множества мимолетных смертных жизней. Боролись со смертью и герои человеческой мысли, великие мудрецы Востока и Запада, но они не победили ее. Их уделом, как и всех других людей, была смерть, после которой они не воскресли. Бессильны пред смертью были и люди великой нравственной мощи, например, ветхозаветные праведники. Наравне со злодеями, смерть сводила их в мрачный шеол или преисподнюю. Окончательная победа над смертью и не могла быть одержана, доколе не был уничтожен источник ее в мире, грех, внесший в него раздвоение. Грех связал страстями дух человека и тем нарушил правильное взаимоотношение между ним и телом. Последнее, из послушного орудия для деятельности богоподобного человеческого духа, превратилось, благодаря греху, в неодолимое препятствие на пути к нравственному совершенству. Борьба с грехом без Христа невозможна для человека, она только приводит его к сознанию своего бессилия, исторгая из души его скорбный вопль «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». И вот, в побежденный грехом и неразрывно связанный с ним смертью мир, когда пришла полнота времени, явился для его спасения Бога человек, Иисус Христос, всецело осуществивший в своей жизни волю Божию, Вся земная жизнь его была свободный и произвольный подвиг самоуничижения, предпринятый для совершения порученного ему отцом дела. Подвигоположник нашего спасения был, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому смерть, как и казнь ее, не имели в нем для себя ничего, он победил их. Они были бессильны пред беспредельной нравственно-свободной духовной силой во Христе, и Господь Иисус воскрес как дух, навеки воплощенный, соединивший с полнотой внутреннего душевного существа и все положительные стороны бытия телесного без его внешних ограничений. Смерть не имела власти не только над духом, но и над телом Христовым. Плоть его не видела из тления. Душою Бога разрушена держава смерти, совершенно и благовествованно душам воскресения из ада, а телом Христовым в бездействие приведено тление и явлено из гроба нетление. Как сын человеческий, послушный своему Отцу до крестной смерти, Господь Иисус Христос воскрес славою Отца, действием Его всемогущества и как Сын Божий привечное Слово Сам возвратил обожженную душу Свою в прославленное тело. Воскресение, венчая жизнь Господа Иисуса как Бога человека, венчает и подвиг Его как Мессии, Спасителя мира. Оно переродило апостолов, превратив боязливых рыбарей в самоотверженных проповедников Христовых, пронесших слово благовестия по заповеди Учителя от Иерусалима до края земли. При взятии Господа в саду Гефсиманском, посланными от первосвященников и старейшин народа, ученики разбежались как овцы без пастыря, они рассеялись в отчаянии и ужасе, и даже камень веры святой апостол Петр поколебался от ничего не значащего слова рабыни, как лист от ветра. Они ожидали, что Мессия откроет свое славное царство израильское на земле, но крест разрушил эти надежды, разбил их теократические мечты. В глазах учеников Христовых, как и всех людей того времени, крест был самым ужасным и позорным из всего, что мог только испытать человек в своей жизни. Он был знаком столь страшного проклятия, что сам учитель их тосковал и скорбел перед ним до кровавого пота. Голгофа с ее мучениями затмила в душах апостолов веру во Христа как Мессию, оставив им веру в Него как пророка, который был сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. Но воскрес Христос и крест засиял в их очах светом неувидаемой славы. Язвы явили божественное всемогущество и гроб стал колыбелью неразрушимой веры, что смерть побеждена, что есть жизнь вечная. С проповедью о Христе распятом и воскресшем выходят они в мир, терпя гонения и лишения. Как поистине тернист был путь благовестников Христовых в мире, описывает апостол языков. Я, говорит он, был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза и терпел кораблекрушение, ночи день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в труде и в изнурении, часто в бдении, голоде и жажде, часто в пост, на стуже и в ноготе. Что же поддерживало их при таких испытаниях, превращая самые скорби в радость, поношение в честь? Они жили верою, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и их. И силою этой веры они победили мир, привели к подножию креста тех, которым слово о кресте казалось соблазном и безумием. Они поняли, что только в воскресшем Христе могут найти удовлетворение глубочайшим запросам человеческого духа. Люди изнурены грехом и алчут правды, но Христос и был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Люди томятся под безотрадным игом закона и жаждут благодатной свободы, умертвив своей смертью порождение закона грех и победив его своим воскресением, Господь Иисус Христос открыл своим последователям путь к истинной свободе и заменил тяжелое, невыносимое иго сурового закона благим и легким бременем своего учения. Люди страшатся смерти, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Своим воскресением Господь Иисус Христос открывает для человека двери столь желанного бессмертия. Для Него теперь уже не может быть страшна смерть, если он верует во Христа, усвояет веру Его праведность, Его вечную жизнь, Его Дух, если он живет во Христе, то и жить будет с Ним, сохраняя не только душу, но и тело. Христос в воскресении Своем приобрел прославление своему человечеству, а вместе с тем приобрел надежду прославления и нашему всеродному человечеству. Туда, где от века пребывал Он и пребывает как Бог, Он вошел как Богочеловек с душою и телом. В воскресении Бога человека имеем поэтому неложное свидетельство, что и мы воскреснем, и при том с телом непременно. Не будем спрашивать, как это произойдет. Если Господь Иисус веру Свою, в самом лице Его, незринутую во гроб и низведенную в ад, воскресил, возвел, воцарил, то не можем сомневаться, что и нашу веру в воскресение через Него Он оправдает. Иначе христиане были бы несчастнейшими из людей на земле. Христианин временный гость, странник и пришелец на земле, которого неизбежно сопровождает злоба и ненависть со стороны большинства окружающих. Страдания также неизбежны в его жизни, как и в жизни Спасителя. Но Христос воскрес, и через это основал нашу надежду глубже настоящего мира и воздвиг ее выше земли. Если Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Ни один человек обременен грехом и жаждет бессмертия. Смутное и неясное тяготение к избавлению от зла и стремление к бессмертию, заложенное во всю природу. Она, сведенная с настоящего пути развития грехопадением человека, страдает и томится, ожидая того великого дня, когда последний враг истребится смерть, когда воскресший Сын Человеческий и Сам покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Тогда наступит царство славы, доступ в которое Христос славою открыл всему миру. Христос